Правительство пошло всем нам навстречу. Берег турецкий вновь открыло для всех нас. И тут же мы отправились навстречу со Средиземным морем, солнца не боясь. А чё бояться? Мы же все привыкли на Средиземном море отдыхать. Поэтому будем здесь загорать и веселиться. И вам докладывать, тишь здесь на море или гладь. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Прервавшись ненадолго на создание клипа и исполнение вам песни «Тучи уходят», а также на посещение спектакля Евгения Онегина в Вахтанговском театре, мы опять вернулись к своему отдыху в Турции. Мы же да еще не назагорались и не все окрестности там осмотрели. Так что не расслабляйтесь, будем рок-путешествовать дальше. И сегодня мы с вами съездим на экскурсию в Памуккале. Я уверен, что никому не нужно объяснять, что такое Памуккале. Его еще называют очередным чудом света. Это такое природное место, представляющее собой небольшую гору застывшей, только не вулканической лавы, а застывших белоснежных кальциевых отложений в виде ниспадающего каскада террас и небольших озерец, ванн, наполненных либо термальной, либо дождевой водой. Вот туда мы и направляемся. И пока мы едем, я расскажу, где это место находится и как далеко оно от нашего отеля. А находится Памуккале на юго-западе Турции. В принципе, там же, где находится и наш отель, только если наш городок Фетхия находится в провинции Мугла, на берегу Эгейского моря, то Памуккале находится вдали от моря, в провинции Денизли, с центром в одноименном городе, мимо которого мы будем также проезжать. Расстояние от Фетхия до Памуккале по шоссе составляет 208 километров, и дорога туда занимает более трех часов. Поэтому экскурсия началась в 5 часов утра. Это для того, чтобы не последними туда приехать и не стоять в огромных очередях туристов, желающих посмотреть на это чудо света и съезжающихся туда со всех курортных побережий. Подъезжаем к городу Денизли, к центру одноименной провинции. Его можно назвать турецким городом Невест. Вы спросите, почему? Да потому что, как и наш знаменитый город Ткачих Иваново, Денизли является одним из самых крупных ткацких центров Турции. Текстильная промышленность – исторически самое главное занятие населения этого города. По словам нашего гида, в Денизли проживает 800 тысяч человек. Но зная страсть турок к преувеличениям своих достижений, как, впрочем, наверное, и любого народа, я перепроверил эту информацию. Оказалось, что он приврал на 300 тысяч человек. Но я его ни в коем случае не осуждаю, а наоборот приветствую, так как цифра в 800 тысяч звучит эффектнее и больше впечатляет туристов. А это же главное в наших путешествиях – получить незабываемые впечатления, чтобы запомнились они потом надолго. На самом деле, это очень приличный, чистый, стройный городок с красивыми домами, просторными улицами и множеством скульптурных памятников и форм. Символом города является петух, как у голландцев, такой же красно-черный. А легенда о нем напоминает легенду про гусей, которые спасли Рим, заголдев ночью, когда подкрадывались варвары, чтобы захватить город. И тем самым гуси разбудили жителей и спасли их. История про петуха из Денизли, правда, двухвариантная, в зависимости от гида. Наш Тор рассказал как раз про то, что подбирались неприятели, а бдительный петух всех перебудил. Но я слышал и историю про то, что ночью в городе начался пожар, и петух своим громким криком оповестил пожарников. Но как бы там ни было, в любом случае, птица эта благородная и достойна того, чтобы быть символом такого прекрасного города. Да и город достоин такого символа, так как порода этих петухов действительно очень певучая. Думаю, здесь должны быть хорошие певцы и рок-музыканты. Есть с кого брать пример. Уважаемые любители рок-музыки, а это символ города Денизли. Почему-то вот петух и голландцев, помните символ петух, ярко-красный, который символизирует и будет всех, настраивает на хороший лад, на позитивный настрой. Перед входом на территорию этого памятника природы хорошая просторная автостоянка, кафе и магазины. Вход платный, около 10 евро с человека. Но проход к белоснежным кальцитовым террасам лежит через развалины древнего города Иерополис. Поэтому вначале я вкратце расскажу об этом городе. Это античный древнегреческий город, первые постройки которого появились за 200 лет до нашей эры. Заложил город греческий царь Евмен II и назвал его Священный город. Именно так переводится с греческого Иерополис. Уважаемый любитель рок-музыки, ну вот мы прибыли в Памуккале, но вход в само вот это явление природы белоснежной через старинный город Иерополис, который здесь существовал тысячи лет. Почему здесь был город? А потому что здесь процветало текстильное производство, шерстяное и хлопковое. И поэтому вот этот город рядом, который 800 тысяч лет, донезли, это наследник этого города, вот этого Иерополиса. Греческим этот город был до заката греческой цивилизации. Но после подъема Римской империи в 133 году до нашей эры он перешел к римлянам. Но и Римская империя пришла к упадку. И в 395 году уже нашей эры город переходит под управление Византийской империи, которая правила здесь порядка 800 лет. Но дряхлеет и Византия. И в 1210 году город попадает под власть турок, под чьим управлением находится до сих пор. К чему привело это управление, можно видеть по обломкам старинных зданий и сооружений. Но на самом деле город был разрушен в результате страшного землетрясения в 1354 году. И люди тогда покинули город. Такова предыстория города до нынешнего дня. Но расскажу немного об устройстве древнего города. Одновременно с этим восхищусь цивилизационной культурой древних греков и римлян. Город огражден крепостной стеной. И вход в город представляет собой арочные ворота. Это уже некое на тот момент архитектурное новшество и достижение. Сразу же за воротами находятся разваленные общественных бань и туалетов. Так как древние греки и римляне считали, что путник, пришедший в город, в первую очередь должен сходить в туалет и помыться. Таким образом, они и оказывали уважение гостям города, но самое главное, берегли себя от различных эпидемий. Общественные туалеты, как правило, легко узнать по выстроенным в ряд сидениям, с вырезанными дырками в них. Они здесь и находились вдоль стен, но, к сожалению, не сохранились. Сразу же за городскими воротами шла широкая каменная дорога, по которой мы и идем, и которая и была главной улицей города. И город был устроен квадратно-перпендикулярным образом. Все прилегающие улицы и переулки пересекаются перпендикулярно друг к другу и главной дороге. Это очень правильное архитектурное решение, позволяющее добираться к нужному месту различными путями, что зачастую затрудняется при центрично-круговом устройстве города с тупиковым окончанием радиальных улиц. Слева от дороги, недалеко от входных ворот, располагалась главная площадь города – Агора. Она же была городским рынком и также имела прямоугольную форму. Сейчас ее очертания не видны, но она хорошо видна на схеме устройства города. Вот он городишко. Вот это вот самое большое сооружение. Это рынок. Вот это амфитеарх. А вот это вот школы все. Тут бани всякие. Все есть. Тут южный вход, там северный выход. Вот это город. Тут Киэрополис. И обратите внимание, как он сделан правильно. Архитектура ровная, длинная, основной улицы и поперечку. То есть, допустим, Москву построили по кольцевому методу. И очень тяжело сейчас делать развязки. А это город построен на прирост, на расширение. Всего, возможно, наращивание. То есть, архитектурно правильное решение было принято 2000 лет назад. Древние цивилизации дошли до очень высокого уровня развития и подарили нам и великих философов, и поэтов, и архитекторов, и скульпторов, и проповедников. И хотя все мы знаем, как древние греки и римляне любили театр и везде их строили, Понимая жизненную важность веры, значение культуры, в том числе и физической, и необходимость образования, Древние греки строили в своих городах храмы, школы, театры, спортивные сооружения. Все это было и в Иерополисе. Несмотря на то, что в городе проживало в годы его расцвета около 15 тысяч жителей, Здесь были две школы со спортивными площадками. Ну и исходя из рассказов гида, здесь в этом небольшом, казалось бы, городке было аж две гимназии, две школы были. Вот там была гимназия номер два, а вот эта номер один. Ну сейчас, видите, за колючей проволокой туда свезли всякие артефакты. Здесь никто восстанавливать, не собирается и реставрировать. Ну просто хоть свезли и колючей проволокой загородили, уже хорошо. Так что вот такая вот цивилизация была. Люди понимали, что нужно тянуться к знаниям, Что без знаний невозможно создавать ничего нового. Нельзя развиваться. Это люди понимали тысячи лет назад. А у нас во многих государствах мира, они понимают этого даже сейчас. Убивают образование, упрощают его. Они понимают, что в космос невозможно полететь с трехклассным образованием. Ну невозможно никак. Здесь был храм Аполлона, храм Нимф. Здесь были галереи и фонтаны, которые и украшали город, и снабжали жителей питьевой водой. Здесь был организованный некрополь со склепами, саркофагами и ликийскими могилами для богатых. Но и простые смертные хоронились в могилах с каменными надгробиями. Здесь около двух тысяч различных надгробий. Меня все равно не перестает удивлять масштаб этих строений, даже в небольших античных городах. Вот здесь, в Иерополисе, при 15 тысячах жителей, был построен театр на холме, вместимостью на 13 тысяч зрителей, с пятью десятью рядами, расположенными полукругом. Место представления украшено лепниной и изображениями богов Аполлона, Дионисии, Артемиды и другими барельефами. И что, думаю, восхитит любого музыканта, так это акустика сооружения. Даже на верхних рядах отчетливо слышно все, что произнесется внизу со сцены, без всяких микрофонов. Обратите внимание, какой прекрасный амфитеатр. То, что немножко сейчас занимается музыкой, то знаешь, что такое собрать стадион в 13 тысяч человек. Зал в тысячу человек собрать не так-то просто. А уже там, допустим, адреналин в 7 тысяч, то еще сложнее. Здесь 13 тысяч. Это говорит о том, что две тысячи лет назад искусство, белая культура как развито. Вот это меня, честно говоря, больше всего потрясает из всего, что здесь я вижу. То есть, представляете, какие высот достигали цивилизации еще тогда, тысячи лет назад. Что еще удивляет, хотя мы все об этом тоже хорошо знаем. Это, конечно же, водоснабжение античных городов. Здесь, в Иерополисе, сооружена система открытых водоводов из известняка, которые заходили в каждый двор. Вы спросите, а почему удивляет? А потому, что центральное водоснабжение – это удовольствие, недоступное большинству населения Земли даже сейчас. И даже в нашей развитой стране. И не только в селах, но и во многих небольших городах. Напоминаю, город был построен 200 лет до нашей эры. Уважаемые любители рок-музыки, ну и я, как инженер-гидротехник по образованию, конечно же, сразу обращаю внимание на гидротехнические сооружения. Обратите внимание, тысячи лет назад у них уже была своеобразная водопроводная система. Это не просто колодцы. Это уже были водопроводы. Пускай открытые, но тем не менее каменные. Видите, они сохранились до сих пор. И это все разветвлено по всему городу. Везде. Вот там были дома у них. Там прям видно, подводят к домам. Видите, вот здесь то же самое. То есть это была очень высокая цивилизация. Ну и еще Иерополис. Это колыбель раннего христианства в этой части Азии. Сюда в 70-х годах нашей эры пришел в качестве проповедника христианства один из апостолов Иисуса Христа. Апостол Филипп. Но язычники, коими являлись античные жители этого города, воспротивились его проповеднической деятельности. И император Домицыан приговорил 87-летнего апостола к смертной казни. На крайний случай расскажу, как его казнили, чтобы было понятней, на что идут люди за веру. Палачи пробили апостолу ступни, продернули сквозь них веревки и подвесили его на кресте. А затем начали забивать его камнями вместе с радостной злобной толпой. Но именно в это время началось землетрясение, которое повергло горожан в ужас. Истерзанный же и умирающий Филипп в это время начал молиться, и землетрясение прекратилось. Горожане, посчитав это знаком свыше, бросились спасать апостола, но было уже поздно. Святого апостола Филиппа похоронили здесь с почестями. И в результате этого скорбного события большинство горожан уверовали в Христа. И поняли, что название городу было дано неспроста, еще задолго до этих событий. И могила апостола Филиппа находится здесь, на горе. И здесь его могила, вот там вот, на Докрополе. На осколках Римской империи, Византийской империи. Здесь уже жили, опять-таки, греки в основном. Ну вот это место, это прям был православный храм. Сверху, если вы видите Акрополь, белая фигура Аида. Или они его называли Плутона. Уважаемые любители рок-музыки, ну а где вы еще такую экзотику увидите? Люди готовят кутапы, настоящие. Кутапчики? Вот, кутапы. Лепешечки. А для русских туристов? Сделайте. Самовкусный сделайте. Давайте, мне что-нибудь сырка туда, зелень. Да, микс, микс. Зелень, картошка, сыр, микс. Вот, микс. Уважаемые любители рок-музыки, для рок-звезд, для русских, делают самое лучшее. Микс. Не просто там что-нибудь, а все вместе. И творожок, и картошечка, и зелень. И тонко раскатанное тесто. Хозяюшка и старается. Очень много шала, пожалуйста. Хорошо, что я ничего не понимаю. Как они умеют готовить тесто. Обратите внимание, как его тонко раскатывают. Особенно это, знаете, в чем проявляется хорошо, когда они делают пахлаву. Вот хорошая настоящая пахлава делается из 37 слоев этого тонечащего теста. Хорошо, скоро будем есть вкуснейший кусачек. Теперь, пройдя через древний город, мы идем к конечной цели нашей поездки. К белоснежным кальцитовым террасам Памуккале. Уважаемые любители природы и рок-музыки. Вот мы, наконец-то, добрались до этого природного явления. Чудо света. Какого-то по счету там. Которое называется Памуккале. Это природный и культурный объект всемирного наследия. Который включен под эгиду ЕНЕСКО в 1988 году. Площадь вот этого всего Памуккале. Более тысячи гектаров. Памуккале в переводе с турецкого означает хлопковый замок. И действительно, эта белоснежная кальцитовая гора напоминает хлопковые горы. Тот, кто видел, как собирают хлопок, подтвердит это. А когда хлопок убирают на полях, то его сваливают такие кучи огромные. Он так вот точно так же вот рассыпается. И поэтому не просто так назвали хлопковый запах. Огромные белоснежные террасы Памуккале удивляют людей своей необычностью. Хотя с точки зрения какого-нибудь химика или геолога ничего удивительного в этом явлении нет. И все очень легко объясняется. Здесь, под этой территорией, проходит тектонический разлом. И отсюда вытекают горячие геотермальные источники, воды. Они очень хорошо насыщены кальцием. Они выходят сюда на высоту 200 метров. И затем спускаются вниз в виде вот этой каскада вот этих террас и ванн, там наполненных водой. Украшенных этими белоснежными кальцитовыми сталактитами. В виде геля он сначала осаждается. И он сначала жидкообразный. И потом постепенно застывает. Превращаясь в природный белоснежный камень. Под названием травертин. Почему здесь ограждение везде? Его нельзя в это время трогать. И он белоснежный. Но он белоснежный только потому, что подпитывается все время вот этими насыщенными термальными водами. Если его перестать подпитывать водой, он становится темным. Если вы обратили внимание, он чернеет. Вот такое вот природное явление. Потрясающей красоты. Оно привлекает сюда туристов. Если обратили внимание, тысячи беспрорывно сюда идут. Вот эта красота белоснежная привлекает многих художников, многих кинохудожников. Я просто напомню вам, что в 1997 году, когда Андрей Кончабловский снимал телефильм «Одиссея», то он часть фильма снимал именно здесь, в Памуккале. А в 2012 году здесь американцы снимали призрачного гонщика. Травертин используется как строительный и облицовочный камень. Он поддается шлифовке и полировке. И это не единственное место на земле, где имеются и формируются залежи травертина. Такое место есть в Италии, возле города Тивали, откуда и пошло название камня «Травертино». Есть залежи травертина и в России, на Камчатке, под Пятигорском на Кавказе, в Гатчине под Питером. Но Памуккале однозначно самая большая и красочная травертиновая гора. И травертин отсюда не изымается для строительных целей. Это запрещено. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Памуккале находятся 17 геотермальных источников с минеральной водой. Температура воды в них колеблется от плюс 30 до плюс 100 градусов Цельсия. Но в те места, где вода ближе к кипятку, туристов не пускают. На территории, куда позволено ступать ноге туристов, вода не горячее 35 градусов. Но ходить по этим травертиновым склонам, по которым текут термальные воды, надо очень осторожно. Так как там, где по травертину ходят мало, он колючий. А там, где проложены туристические тропы, его отшлифовали босыми ногами до блеска. И он стал очень скользким. На наших глазах подскользнулся и упал не один турист. Кроме кальция, термальные воды Памуккале богаты магнием, сульфатом натрия, углеводородом. И считаются лечебными при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, болезней кожи, органов дыхания и гинекологических заболеваниях. Памуккале – один из немногих оздоровительных курортов мира, где эффективно лечат ДЦП. Поэтому в Памуккале проезжают люди не только полюбоваться удивительным природным явлением, но и поправить свое здоровье. Здесь рядом есть и гостиницы, и оздоровительные комплексы. Мы пойдем, там специальное такое озерце, прямо на разломе находится, на этом тектоническом, откуда поднимаются теплые термальные воды, которые, говорят, очень полезны и очень чудодейственны. Пойдем туда омолаживаться. Вы не против? Уважаемые любители рук музыки, вы не против, чтобы мы омолодились? Мы так молодые. Но если вы не против, то сходим. Уважаемые любители рук музыки, но побывать в Памуккале и не занырнуть, я себе такого не прощу. Поэтому сейчас пойду нырять. Не поминайте лихо, но вода, говорят, целебная, течет все время, видите? Я в Памуккале, наслаждаюсь жизнью. А вы как там? Не жарко вам там в Москве? Или там на Камчатке? Нет? Тут хорошо, мне нравится. Сейчас пойдем в озеро Клеопатры. Там, говорят, веселее, там глубже и вода почище. Хорошо, вы не против? Уважаемые любители рук музыки, по глазам уже не против. Да, погнали. Уважаемые любители рук музыки, идем в озеро Клеопатры. Но по пути мы заглянем вот в это здание. Это музей ихний. Посмотрим, что они там показывают. А вот оно первое решение, как удлинить расстояние между двумя опорами, чтобы перекрытие не прогибалось. Вот люди придумали арочное соединение. Когда ставят, 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 вот так они друг друга сами держат, даже без цементирующего раствора. Уважаемые любители рук музыки, гробницы, саркофаги, видите, такие вот, красивые. Только для богатых, только для богатых. Бедных просто в землю кладут. Музей занимает помещение древней римской бани 2 века до нашей эры. Сегодня, конечно, от былой архитектурной роскоши остались здесь лишь стены до арочной пролеты. Но зато они настоящие, неподдельные. Перед ходом в бане уютный маленький дворик. А к крытым помещениям музея когда-то были пристроены комнаты с бассейнами и палестра с залами для занятий гимнастикой. В 1984 году в здании бывшей бани расположили археологический музей с интересными находками, найденными в ходе раскопок древнего города Иерополиса. Сейчас в музее хранятся уникальные саркофаги, скульптуры, монеты, драгоценности и барельефы, начиная с бронзового века и завершая периодом Османской империи. Уважаемый любитель рок-музыки, скажите, почему древним статуям всегда отламывают головы и руки? Вы не знаете, может они плохо держатся, может поэтому. Я вспоминаю метро электрозаводская, а там сидят рабочие с двух сторон входа метро, один с молотком, а другой там с кувалдой. И все время отламывали этот молоток, кувалду. Ну тянет людям конечности оторвать всякие. И там что-то придумали, по-моему, на электрозаводской, что-то так приварили, что уже оторвать не могут. Вот как надо делать скульптуры по-настоящему, чтобы оторвать не могли и голову открутить. Видите, лежат без голов. Лежат, отдыхают, а от отдыха головы потеряли. Вот первые зачатки философии. У меня опять вопрос. А почему нет ни одного знаменитого философа женского рода? Или я не знаю, может, я отстал от жизни. Но задумалась женщина, видите, о великом, о вечном. И прошли тысячелетия, мы видим, что думала, думал человек. По легенде, сюда, в Памуккале, для купания в целебной термальной воде, чтобы поддерживать свою красоту и здоровье, приезжала сама Клеопатра, последняя царица Египта, несравненная красавица, любовница римских императоров Юлия Цезаря и Марка Антония, обладавшая такой красотой, что многие мужчины платили своей жизнью за обладание ею в течение одной ночи. Вход за отдельную плату, так как очень много желающих быть такими же красивыми, как египетская царица, а может быть такими же развратными. Кто их знает, этих туристок? Женская душа, она до сих пор не разгадана. Опять-таки, по турецкой легенде, раньше возле озера стоял какой-то дворец, в котором останавливалась Клеопатра, но в результате землетрясения он был разрушен. Поэтому осталось только само озеро и обломки колонн и барельефов на дне озера. Но опытные туристы, типа Волочука СД, поинтересовались достоверностью легенды про Клеопатру и узнали, что легенда возникла совсем недавно, лет 30-40 назад, с развитием туристического бизнеса в Турции. Поэтому, скорее всего, турки и Клеопатру придумали, и дворец, и набросали в озеро тысячелетних строительных обломков, коих тут на территории Иерополиса с лихвой хватает. Все сделали, чтобы создать и подкрепить легенду о царице египетской. Ну что могу сказать, судя по количеству желающих поплавать в этой теплой лужице, легенда зажила собственной жизнью во имя процветания местного туристического бизнеса. Даже участники рок-группы Волочука СД занырнули в это озеро. Уважаемые любители рок-музыки, ну завершается наше путешествие в Паму-Кале, которое там вот за горой внизу, вот это природное явление из карбоната кальция, белоснежное, хлопковый замок, как они его называют. Но мы опять находимся и выходим мы назад через этот старинный город Иерополис, которому тысячи лет. Прекрасная экскурсия, все было интересно. Меня поразил этот город, которому тысячи лет, который застал еще греческую цивилизацию, потом Римскую империю он застал, потом Византийскую империю, и потом сюда еще пришли турки. Он застал все, он пережил все, что меня в этом городе удивило больше всего. Это тысячи лет назад цивилизация. Обратите внимание, эти водоводы. Вот это вторая гимназия, вот это колонны сохранились, вторая. В центре мы вам показывали первая гимназия, в которой обязательно были спортзалы, библиотеки, баня. Здесь были общественные туалеты, помимо водоводов. Представьте себе развитие цивилизации. Но, что меня больше всего поразило, меня удивил вот этот вот амфитеатр. Амфитеатр, это просто на 13 тысяч мест. Это же небольшой городок. Обратите внимание, это крепостная стена. Ну, сколько он тут занимает, этот городишко? Тут всех жителей было тысяч 15-20 от силы. И тут же амфитеатр на 13 тысяч мест. А это говорит о том, что все жители города жили жизнью культурной этого полиса. Все. То есть они жили внутри культуры. Попробуйте собрать 13 тысяч человек. Любая рок-группа вам скажет, это не так-то просто. Это нужно быть очень популярным. Значит, это говорит о том, что весь город, все жители города принимали участие в культурной жизни. Они жили ею. И это я возвращаюсь к тому, что Бродский говорил, что видовая цель человечества – это поэзия. Я нескромно чуть-чуть углубил. Я считаю, что видовая цель человечества – это культура. Так вот представьте, тысячи лет назад эти люди жили в культуре. Вот к чему мы должны стремиться. Ну, не просто глазеть. Это жить в культуре. Это не глазеть. Это принимать активное участие в создании произведений искусства. Любых. Не обязательно это должно быть непосредственно искусство, живопись. Это может быть и техника, что угодно. Это могут быть просто человеческие отношения. Их нужно делать культурными. Вот именно поэтому рок-группа Волчука СД выступает против мата, против послости, против акина тупого, бессмысленного. Вот против этого. Мы хотим жить в культуре. И вас к этому призываем, уважаемые любители рок-музыки. Участники рок-группы Волчука СД решили сменить имидж. А ну, одевай, Дунь. Имидж сменить. Как вам? А мне мой нравится. Я же капитан команды. Правильно, Дунь? Капитан команды нельзя меня отнимать. Правильно? Осваиваю новый вид транспорта. Мотороллер. Местные, турецкие. Как вам нравится? Трехколесные. Безопасные. На машине уже умеют. На мотоцикле умеют. Осталось, вот мотороллер освоить. Ну вот и все. Экскурсия закончилась. Выезжаем назад в Фетхе. В отель Liberty Faber. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Волощук. Волощук. Расскажет рокер Волощук.